Катар выходит из ОПЕК «Газэкономика-экономика». Российский газ рискует обесцениться. Это выгодно Украине. 1.1 Катар объявил о выходе из ОПЕК. Катар принял решение покинуть организацию стран-экспортеров нефти, ОПЕК, с 1 января 2019 года. О намерении выйти из нефтяного картеля заявил министр энергетики и президент Катарской государственной нефтяной компании, управляет всеми нефтяными газовыми активами Катара-Лента. Русат Аль-Кааби. Причина выхода из картеля стремления нарастить позиции государства на мировых рынках, в частности, сосредоточиться не на нефтяной отрасли, а на производстве жиженного природного газа СПК. 2.2 Газовая отрасль для Катара перспективнее нефтяной, объясняя причины выхода из картеля Саат Аль-Кааби заявил, что государство намерено сосредоточиться на газовой отрасли, Катар стремится сосредоточить усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа с нынешних 77 до 110 миллионов тонн в ближайшие годы. В настоящий момент Катар занимает всего лишь 11 место по добыче нефти внутри ОПЕК, производя около 600 тысяч баррелей в день, это примерно 2% от общемирового производства нефти. Зато Катар – крупнейший экспортер жиженного природного газа СПК в мире и второй после России экспортер газа в мире в принципе. По итогам 2017 года Катар поставил 103,4 миллиарда кубометров СПК и 18,4 миллиарда кубов трубопроводного газа. 3.3 У решения может иметься политический подтекст неформальным поводом для выхода из ОПЕК может служить политический конфликт между Катаром и лидером картеля Саудовской Аравией. Власти с семи арабских государств разорвали дипломатические отношения с Катаром еще в июне 2017 года, государство обвинили в сотрудничестве с террористами, а все потому, что у властей Катара особый взгляд на Иран. Помимо Саудовской Аравии дипломатические отношения с Катаром порвали Бахрейн, Египет, ОАЭ, Йемен, Союз Каморских островов и Мавритания. Правда, сам министр энергетики Катара подобную связь отрицает, отмечая, что решение не связано с политическими обвинениями в адрес Дохи. 4.4 Решение Катара объявлено перед важнейшей встречей стран ОПЕК в четверг, 6 декабря, в Вене запланирован новый раунд переговоров с нефтедобывающими державами о сокращении нефтедобычи и нефтяной политики стран ОПЕК на 2019 год. Планируется, что на нем будет присутствовать и представитель России. В Венском совещании ОПЕК намерены принять участие представители Катара. Танкер с ожиженным природным газом фото. Ройтерс 5.5 рынок почти не заметил заявление Катара, мировой рынок нефти практически не заметил решения властей Катара покинуть картель. В понедельник, 3 декабря, мировые цены на нефть сильно растут. На 13 часов 26 минут по московскому времени февральские фьючерсы на нефть североморского бенчмарка Brent росли на 3,74% и составили 61,77 доллара за баррель. Американский бенчмарк WTI. К этому времени вырос на 4,32%, до 53,13 долларов за баррель. Основной драйвер роста устные договоренности между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Мухаммедом Ибн Салманом Аль-Саудом о сокращении объемов добычи и экспорта нефти, что должно привести к повышению цен на нефть. Заявление властей Катара привело к краткосрочному снижению нефтяных котировок. 6,6% рост цен на нефть вызван не только России и рост нефтяных котировок вызван не только договоренностями России и Саудовской Аравии. Рынки растут на фоне перемирия в торговой войне между двумя главными экономиками планеты Китаем и США. Продолжение противостояния могло значительно замедлить экономический рост в Китае, что в свою очередь могло бы отразиться на объемах спроса на энергоносители со стороны Китая. Помимо торговой войны, на спрос и предложение частично повлияло сокращение добычи в еще одном крупном мировом экспортере Канаде, где добычу нефти на важнейшем месторождении в провинции Альберта сократили на 325 тысяч баррелей в день. 7,7 Катар один из старейших членов ОПЕК ОПЕК в качестве постоянно действующей организации была основана в 1960 году. В первоначальный состав вошли Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла главный инициатор создания картеля. Катар был первой страной, который присоединился к ОПЕК после ее создания в 1961 году. В дальнейшем к картеле присоединились Индонезия, Ливия, Оаэ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Габон и Ангола. Некоторые члены ОПЕК, как например Индонезия и Эквадор уже покидали состав картеля, однако Эквадор впоследствии вернулся в состав. 8,8 для России выход ОПЕК угрозой пока не является выход Катара из ОПЕК практически не отразится на нефтяном рынке, поэтому перспективы цен на нефть по-прежнему зависят от заседания членов ОПЕК с коллегами вне картели в грядущий четверг. Если договоренности России и Саудовской Аравии будут поддержаны картелем, то цены на нефть стабилизируются после месячного падения. Единственные риски от роста независимости Катара для России это стремление нарастить объемы сбыта жиженного природного газа, что в средней и долгосрочной перспективе может отразиться на российской доле поставок в Европу и Китай. В настоящий момент СПК из Катара уже закупает Польша, которая хочет снижения зависимости от России и Газпрома. А недавно президент Украины Петр Порошенко побывал в Катаре и договорился о поставках СПК. Всего же Катар занимает 41% рынка СПК в Европе, поставив в 2017 году в общей сложности 16,81 миллиона тонн СПК, примерно 23,2 миллиарда кубометров газа. Егор Поляков. СПК.